Продолжение следует... Что, возможно, меньше будут придуманы административные новые требования к торговле, в том числе. Но, с другой стороны, конечно, год президентуры нам дает надежду на то, что будет продолжаться рост товарооборота, потому что очень много гостей будет в Риге, и, конечно, они приедут не с пустыми кошельками. — Говоря про эти новые административные требования бюрократические, я тут посмотрел, сейчас правительство рассматривает, идут дискуссии о том вопросе, чтобы были изменены кассовые аппараты, чтобы продавцы предприятий их поменяли. Скажите, сколько это будет стоить для бизнесменов, и что вы по этому поводу думаете? — Надо сказать, что до сих пор и служба госдоходов не может сказать точную цифру, сколько это будет стоить, но мы прикинули, что это где-то 4,5 миллиона евро. Это огромная сумма, это, конечно, ляжет бремя на торговлю, если действительно это будет. Мы считаем, что в данном случае новые кассовые аппараты — это как будто новый виток гонки вооружения, где можно было бы, если есть большие проблемы с ответственностью за использование кассового аппарата, и по счетам Бостонского университета примерно 150 предприятий, которые обманывают, исключая данные реальные из кассовых аппаратов, то есть унижая сумму, которая облагается налогом. И мы считаем, что с этими нечестными торговцами или предпринимателями, потому что тоже это часть вне торговли, что можно бороться и с другими методами, а не введя новую технику. Тем более, что планируется в службе госдохода опять это вести полностью. Если мы помним прошлую революцию кассовых аппаратов, тогда был просто какого-то момента нельзя было покупать кассовые аппараты старого образца, и можно было только нового образца, но не надо было сразу менять все кассовые аппараты. А это всех торговцев коснется? Какую часть? Нет, это касается примерно 2,3 торговли. Ну, это очень огромная сумма, конечно. Это не касается очень маленьких торговых мест, или больше всего это не касается кассовых аппаратов, которые стоят вне торговли, где в кассовый аппарат пробивается только прямой доход человека, который представляет услугу или принимает деньги за что-то. А у нас все-таки есть товарооборот, и в этом товарообороте очень маленькая часть, это та наценка, которую зарабатывает торговец. И, конечно, особенно это опять ударит по малым и средним предприятиям, которые все-таки являются более важным налогоплательщиком для государства. Вот последнее, скажем, аналитики, которые мы готовили к парламенту, тогда торговля, малая торговля дает намного больше и налогов государству. Если средне-большие предприятия дают 5% от оборота, тогда маленькие дают 9-10% от оборота. Плюс малые предприятия намного больше платят за закупку товаров, то есть малые и средние предприятия являются то, на котором предприятие производственное зарабатывает, а на большом только делает оборот. Ну вот говоря про малые и средние предприятия, в торговле именно я по статистику смотрел, в прошлом году самый крупнейший торговец страны это Максима 673 миллиона евро, Риме 672 миллиона евро, а остальные, кто идет уже на третьем месте, там разница реально в разы, в три раза меньше. Да, вы правы. То есть два предприятия так вырвались вперед, и вообще, как они влияют именно на малых и средних торговцев? Ну вот это то, что я вам рассказывал, что все, как нам кажется тогда, стратегия государства, и мы это видим как раз на росте больших предприятий и уничтожение малых, как раз на то, чтобы уничтожить малые и средние бизнесы, чтобы оставить только большие концерны. Ну и в целом, надо сказать, если мы посмотрим рост ИКП, GDP, ВВП, тогда мы видим, что у нас очень маленький прирост добавленной стоимости. Мы в основном зарабатываем за счет перевалки, транспортировки и тому подобное, но наше производство, к сожалению, не растет. И развитие больших сетей тоже приводит к тому, что снижается та часть прибыли, которая остается в стране. И еще вопрос у меня, наверное, один из последних. Даже я еще помню кучу маленьких магазинов, подъездов там, в колясочных, еще где-то. Во-первых, куда они все делись, а во-вторых, куда делись эти предприниматели, которые эти магазины держали. Как-то очень все быстро изменились, вам так не кажется? Да, мы одна из редких стран Евросоюза. Я вчера был в Брюсселе на презентации развития рабочих мест в странах еврозоны, где за последних пять лет снизилось количество рабочих мест в стране. И это как раз результат государственной политики, в том числе и в торговле. По данным европейских профсоюзов, одно место в большом рабочем коллективе, условно Риме или Максима, уничтожает четыре рабочих места в маленькой торговле, раздробленной. И это как раз то, к чему мы опять призываем государство повернуться лицом к малой и средней торговле. Во-первых, это помогает малым предприятиям расти, они могут свою продукцию продать где-то, потому что в большой сети другие требования. Во-вторых, это тоже дополнительные рабочие места, и это разновидность предложения для покупателей. И понятно, что у нас уровень цен, скажем, в больших сетях намного выше, чем в тех странах, где развиты и маленькие предприятия.